Всех новопришедших буду предупреждать о спойлерах индивидуально. Кто еще пришел, подтянулся, все ли читали мангу или кто-то не читал? Читали? Вообще нет, только аниме смотрели? Ну, я тогда сразу скажу, что будут прям спойлеры в лекции, увы. Да, это как бы наш общий косяк, получился, что мы в этом заранее не предупредили, потому что все-таки такая тема требует достаточно, как сказать, всестороннего просмотра, и того, что сейчас, конечно, показали в аниме, недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому прошу прощения. В целом, даже не знаю, я просто не уверена, что у меня получится делать предупреждение, сейчас спойлер, чтобы вы успевали закрывать ушки на каком-то моменте, потому что в целом вся лекция – это большой спойлер, поэтому sorry. Вот, ну, если вы хотите, если хотите не портить себе удовольствие и готовы отказаться от прослушивания лекции, у вас еще есть время, чтобы это сделать. Ну, на самом деле, действительно, «Человек-бензопила» – это такое достаточно многогранное произведение. Вы, когда дочитаете до конца первую часть хотя бы, ну, вторая только начала выходить, вот, вы увидите, что, ну, возможно, уже через призму вот этой лекции, вы увидите там не просто какой-то трэш, да, который происходит, не просто какие-то драки, вот. А это действительно история, которая рассматривает очень много разных сторон, что касается и каких-то межличностных отношений, и каких-то, я не знаю, там, вплоть до политических каких-то историй, да, это вот такой действительно многослойный тортик. Вот, и разбирать, мне кажется, бензопилу можно в целом, ну, очень долго, бесконечно, не буду употреблять это слово, но очень долго, но мы сегодня сконцентрируемся на… на нас с вами и сконцентрируемся, да, то есть как человек-бензопила, само произведение говорит об обычных людях. И я, как практикующий психолог, мне, естественно, в первую очередь интересно с этой точки зрения разобрать это произведение, потому что ко мне приходят клиенты со своими страхами, со своими какими-то надеждами, со своими мечтами, и как бы поэтому, так как я еще и работаю в нарративной парадигме, иногда я им даю домашние задания посмотреть аниме, вот, поэтому именно в этом контексте и, как бы, мне интересно на все вот это вот посмотреть. Вот, и сразу, опять же, хочу развеять какие-то ваши представления, наверное, кто-то из вас, возможно, думает, что я вот пришла эксперт, психолог, очень умный человек, зря, как бы сразу прошу это разведить, если у кого-то появились такие мысли. У меня есть, конечно, образование в области психологии, у меня есть пул знаний не только в области психологии, но в первую очередь я человек с каким-то своим собственным текстом, с опытом, с видением, вот, и поэтому здесь скорее будет история, когда я вам рассказываю видение, да, вот этого куска, который я озвучила, и ни в коем случае я не претендую на какую-то историю, вот, из серии «Что хотел сказать автор?». Я вам сейчас тут тайну раскрою. Нет, этого не будет, и даже больше вам скажу, если вы кого-то услышите, что я вот на 100% раскрыл, что там Фудзимота имел в виду, не верьте, даже если это сам Фудзимота будет говорить, потому что автор, да, человек, писатель до написания текста и после написания текста – это два разных человека. И то, каким он был и с какими замыслами начинал это произведение писать, а вообще, если кто-то знает эту предысторию, у него просто был в голове образ человека, у которого из головы торчит пила. Да, всё, там не было какого-то «я хочу с миром поделиться», да, вот этого замысла, нет. Он поделился этой идеей со своим редактором, сказал, ну, напиши про эту историю, всё, да, то есть вот такая вот незамысловатая предыстория, в итоге выродилась как бы очень такой классный текст. Вот, и здесь моё сочинение, да, будет скорее на тему, как я уже сказала, «Что увидела я?», и поэтому я вас хочу тоже пригласить к вот этому анализу, даже если вы только смотрели аниме или прочитали только четыре главы, да, всё равно вы уже что-то увидели. И поэтому в конце, да, когда я свой спич закончу, я бы хотела, чтобы вы фиксировали какие-то моменты в течение лекции, да, что, например, ага, это тоже то, что я и увидел, или нет, я здесь увидела вообще другое, тут не то. То есть фиксируйте как-то эти моменты, мне будет очень интересно, как вы это воспринимаете. А также если, я уже поняла, что здесь есть люди, которые не читали мангу или прочитали чуть-чуть, но если есть кто-то среди вас, кто читал, например, мангу несколько раз, да, там, например, два раза перечитывали там недавно, мне интересно, например, вот как-то поменялось ли ваше восприятие, да, после того, как прошло какое-то время, и вы уже заново перечитали. Возможно, что-то новое увидели, или, возможно, возрослели, да, и как-то уже по-другому на это всё смотрите. В общем, это будет интересно. И я сейчас немного введу вас в контекст именно своей парадигмы, в которой я работаю с клиентами, да, чтобы вы понимали, почему я использую иногда такие странные термины, потому что я работаю не в гуманистической психологии, не в психоанализе, да, достаточно популярном, а я работаю в нарративном, в полинарративном подходе. И сейчас вы видите на слайде как раз-таки моего сенсея, да, Юлии Евгеньевны Зайцева, она основатель этого подхода, это экспериментальный подход, мы сейчас его и разрабатываем, и в нём практикуем, и ставим эксперименты, то есть это прям такое живое нечто. И в чём особенность, собственно? Мы не видим человека как какой-то комок травм, да, или как, не знаю, когнитивных искажений, или комок патологий, нет. Мы видим человека как текст, и, собственно, как какое-то скопление личных жизненных историй. И, например, человек, да, клиентка, мне приходится с одной жизненной историей, я его слушаю, понимаю, да, с каким запросом он пришёл, что его не устраивает, и мы с ним работаем на то, чтобы его личная история изменилась. То есть от того, как он начинает по-другому рассказывать свою жизненную историю, меняется и его реальный жизненный контекст, то есть реальные изменения в жизни и происходят. Ну, то есть условно, да, например, возможно, среди каких-нибудь ваших знакомых наверняка есть какой-нибудь человек, которому вот всё время не везёт, да, или человек, которого вот вокруг все обманывают, ну вот просто, все разводилы, все обманщики, все вот там не знаю кто. И это не он такой невезучий, да, просто уже сложилась вследствие различных каких-то причин такая когнитивная схема, через которую он смотрит на мир и интерпретирует вещи вот таким образом. Если есть запрос на изменение этой когнитивной схемы, то в целом её можно переписать. Ну, конечно, есть у метода некоторые ограничения, но сейчас не об этом. Вот. И, собственно, текст человека, он меняется, ну, не только при помощи психолога, да, когда вот он пришёл ко мне с запросом определённым и хочет что-то поменять в своей жизни, но он ещё и меняется, естественно, от коммуникации с другими людьми, да, при применении каких-то других инструментов. И один из таких инструментов – это манипуляция. И мы это слово, как бы, знаем в таком контексте, в негативном в основном, да, но никто не хочет, чтобы им манипулировали. Но давайте посмотрим, собственно, на происхождение этого слова, да, оно восходит к латинскому «manus», что означает просто «рука». То есть, когда у хирурга, пациент лежит на хирургическом столе, да, он, как бы, спасает ему жизнь, он «привет», вот, он им манипулирует, ну, как бы, производит определённые манипуляции над пациентом. Ну, или человек, когда нажимает на курок пистолета, тоже манипуляция, да, как бы, рукой над пистолетом. Да, и пока это достаточно нейтральная история. Вот эта манипуляция нейтральная. И всё вот этот моральный какой-то контекст, да, он, да, моральная окраска этого термина, она зависит именно от контекста. То есть, если, например, человек находится на соревнованиях по меткости, да, и его манипуляция с пистолетом, он попал по мишени и выиграл какой-то кубок, ну, всё пока что достаточно хорошо в рамках закона, да, и он, вообще-то, молодец, он тренировался. Вот, но если он от этой мишени отворачивается и начинает палить по движущимся кожаным объектам, то здесь уже негативная моральная окраска этого, ну, всего вообще происходящего, да, то есть всё у нас зависит от контекста. Ну, и, собственно, вот тот момент, когда это уже грозит обществу или грозит какой-то чужой цели, это и называется психологами деструктивной манипуляцией, потому что, ну, кстати, вот хочу обратить ваше внимание, да, это вот из пятого индинга, по-моему, конь, да, вот это конь, который изображает как раз, ну, метафора демона-огнестрела. И вот вы видите, да, что он из пальчиков весь. Вот, то есть это вот как раз, ну, для меня, опять же, я ни в коем случае, это, наверное, будет дисклеймер ко всей лекции, это ни в коем случае не история про то, что Фудзимота или режиссёр аниме, да, вот они делали такие отсылки, это то, что вижу я. Исключительно, если вы видите что-то другое, вообще буду очень рада послушать. Вот, и манипуляция, это, в принципе, ну, практически всё, что мы делаем в процессе общения с человеком, да, и на слайде вы сейчас делаете, видите, что сегодня вообще вовсю путаю слова, ну, ладно, Новый год, имею право. Вот, вы видите определение, но оно немного неполное. И, например, да, если ваш лучший друг сидит рядом с вами и весь из себя плачет, да, и вы его пытаетесь развеселить, да, как-то успокоить, утешить, чтобы его состояние изменилось, то есть вы проводите над ним определённые манипуляции, которые направлены на то, чтобы поведение друга изменилось и начало удовлетворять вашим потребностям. Ну, потому что вам откровенно плохо от того, что он плачет, вы хотите, чтобы вам стало снова хорошо. Вот, и манипуляция ли это в том смысле, в котором мы с вами как бы сейчас разбирали? Нет. И вы даже открыто можете вполне говорить, что, слушай, мне плохо от того, что тебе плохо, давай вместе сделаем, чтобы нам всем было хорошо, да, и это уже не деструктивная какая-то манипуляция. Чего же здесь не хватает? Здесь не хватает именно двойной цели. То есть когда человеком манипулируют, да, но и удовлетворяют причём его потребности, но при этом конечная цель, она остаётся за автором манипуляции. Вот, и, собственно, что мы видим в аниме, да, начинаются спойлеры, если что, у вас последний шанс убежать. Вот, и как бы здесь мы в аниме и видим, что вполне как бы милая, замечательная девушка удовлетворяет потребности и базовые, и небазовые иногда дензи, и, казалось бы, что в этом плохого, да, вот. А дело всё, ну, на самом деле в двойной цели, которую мы очень долго не наблюдаем, да, до какого-то определённого момента. Вот, и, собственно, о чём здесь можно поговорить, если говорить, например, о теории черт, да, то есть кто вот эти люди, которые манипулируют другими, и те, которые считают, что это здорово, и что было бы вообще круто научиться этому навыку манипулировать. Их называют по-разному, тёмная триада, тетрада. Я, наверное, видела статью, где максимальное количество их было 16 штук. То есть, ну, что это за цифры? Это пул личностных черт, которые объединены в одну группу. И вот эти вот тёмные черты личности начинались вот с тёмной триады. Учёные, психологи, исследователи сели и давай смотреть, кто же портит жизнь обществу, так сказать, своими деструктивными действиями. И объединили три сначала. Три, потом их стало больше, сейчас их уже совсем по-разному объединяет. Вот, и это были субклиническая психопатия, субклинический нарциссизм и макеавелизм, на котором мы остановимся сейчас поподробнее. Опять же, я не думаю, что Фудзимото делал именем Макема отсылку к макеавелизму, но всё равно небольшое совпадение, оно для меня достаточно забавное. Вот, и про отсылки мы с вами в конце немножко поговорим. Вот, и, собственно, ещё вот интересно, что на самом деле ведь, особенно те, кто уже читает дальше первые части, то есть вот самые такие жуткие демоны у него, это демоны, у которых человеческая форма, у них не деформированные головы, они выглядят, как и мы с вами, и при этом это ещё и очень даже миловидные девчули, ну, даже Йор в целом миловидная, ну, если бы вела себя нормально, да, это демон войны. Вот, и здесь как бы история про то, что, ну, какие-то вопросики у Фудзимото к женщинам, это, конечно, я не знаю, но в целом это интересное такое наблюдение, что он это именно так нарисовал, и, опять же, мои размышления, да, о том, с чем это может связано быть, потому что это, ну, как тоже вы, наверное, может быть, слышали, какие-то видео смотрели, да, здесь отсылки идут прямые к всадникам апокалипсиса, да, то есть это какие-то самые большие страхи человека, и то, что у человека, то, что у этих демонов человеческое лицо может быть напрямую связано с тем, что люди просто, ну, больше всего боятся людей, потому что, например, вот мы с вами здесь сейчас сидим, все такие миленькие, улыбаемся друг к другу, такие лапочки и зайки, но закрой нам, запри дверь, и выключи отопление, оставь без еды, ну, мы уже как-то иначе будем друг с другом коммуницировать, ну, может быть, чуть-чуть совсем поменяется наше поведение, может быть, кардинально, да, и, может быть, если, я не знаю, у вас был какой-то опыт общения с людьми, которые страдают алкоголизмом, да, некоторые вот из них говорят, что вот я, когда выпью, я просто не ведаю, что творю, потом ничего и не помню, и сам себя в этом состоянии боюсь. Мне кажется, что здесь это может быть какой-то метафорой на то, что просто человечество, да, вот как общество в целом, оно в первую очередь само себя боится, потому что все вот эти всадники апокалипсиса, да, вот эти большие страхи, которые олицетворяют вот эти демоны, это на самом деле всё то, что могут породить только люди, ну, в основном. Если у вас такая точка зрения, я с радостью послушаю и расширю, я, правда, я расширю свой кругозор вообще с удовольствием. Вот, ну, поговорим о том человеке, кто пить у нас умеет, да, макима, вот, и в чём, собственно, её макеавелизм, да, то есть что вообще олицетворяет собой макеавелли, я здесь прямо даже, чтобы ничего, никого не обмануть, выписывала себе определение, вот, определение от Американской психологической ассоциации, да, как они определяют макеавелизм, это черта личности, отмеченная расчётливым отношением к человеческим отношениям и убеждениям, что цель оправдывает средства, какими бы безжалостными они не были. Макеавеллист – это тот, кто рассматривает других людей более или менее, как объекты, которыми можно манипулировать для достижения своих целей и при необходимости путём преднамеренного обмана. Ну, собственно, всё мы узнали про макеавел из этого определения, но, опять же, да, это всё-таки, если мы возвращаемся к людям, с одной стороны, вот, если сейчас это послушать и вдуматься в это определение, ну, это просто какой-то дикий психопат, да, который вот ничего не чувствует, так, вы все мои инструменты, и всё такое, но по факту это относится к живым людям, которые не опасны для общества, то есть, да, есть там определённые методики, опросники, которые смотрят, да, вот, у кого из людей есть черта личности, макеавелизм, да, вот это вот стремление к контролю, и это, ну, правда, лапочки и зайки, и причём лапочки и зайки, которые вообще манипулировать не умеют, но при этом у них есть такие эвалюации в тексте, эвалюации – это то, что мы, когда человек нам что-то рассказывает, мы читаем это между строк, да, то есть о чём он нам сейчас говорит, вокруг чего вот все эти буквы пляшут, которые он произносит, да, это какой-то смысл, который он несёт своим повествованием, своим текстом, вот, и, собственно, когда, если вы вдруг, да, в интернете будете искать какие-то тёмные черты личности, вот, и читать про психопатию или нарциссизм или садизм, да, не нужно это смотреть, как буквально, что это вот такой человек ходит. Вот, это чаще всего, ну, есть, наверное, чистые такие люди, но это, скорее всего, они не субклинические, а настоящие психопаты, вот, но суть в том, что это люди, у которых это только один из текстов, да, который включается только при определённом контексте, да, который на них влияет, да, но это далеко не единственный. Они могут быть такими же жёсткими, как и Макима, и такими же миленькими, как и Макима, причём без двойной цели, просто потому что они и добряки, и, ну, в общем, люди интересные и сложные, вот. И, собственно, вот бессердечные, манипулятивные, безразличные к морали, и при этом, как я уже сказала, да, они склонны к манипуляциям, но, опять же, это не значит, что они у них хорошо получаются. Скорее, это история про то, что он одобряет, что, да, было бы здорово использовать людей для каких-то своих целей, но это не значит, что у него это хорошо получается. И поведенческий вектор макеавелистов – контроль. И мне как раз очень понравилось, как Фузимота это показал. Спойлер! Прости, не предупреждать, когда будут спойлеры. Да, это самый конец практически первой части «Человека бензопилы». Вот, и, собственно, вот прочтите небольшой экскурс для людей, которые не читали мангу «Макема» на самом деле демон порабощения, демон контроля, и всё это время с Дэнзи она нянчилась для того, чтобы заполучить пачиту, который стал его сердцем. Вот, потому что она была его фанатом, а у бензопилы такое ещё и интересное свойство, когда он убивает какого-то демона, он стирает его из сознания людей, из истории, то есть вот в середине манги будет, что вот была когда-то ядерная, ой, вторая мировая война, о ней никто не помнит. То есть вот он стёр вообще этих демонов, и эти понятия из сознания людей. Только вот Макема с очень хорошей памятью об этом всём помнит, и то о некоторых вещах забывает. Но она охотилась за пачита, и посмотрите, что она ему говорит. То есть это история про контроль, про подчинение, но запрос к пачите совершенно не демонический, мягко говоря. Это запрос, который касается всех нас. Мы хотим близости, мы хотим любви, с кем-то обнимашек, с кем можно вкусно покушать и хорошо посмотреть какое-то кинцо. Вот, и да, вот у неё такой запрос. В чём прикол? С первого раза, когда после особенно той бойни, которая у них была, кажется, чего, это всё, что тебе нужно. Но на самом деле возникает вопрос, нужно ли действительно победить партнёра для того, чтобы обрести с ним близость, чтобы просто полежать и покушать? Увы, у некоторых людей да. Это так и есть, что нужна победа, и нужен полный контроль для того, чтобы ощутить близость с партнёром, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. В конце там будет ссылка на мой телеграм-канал. Просто буквально позавчера я выпустила как раз по бензопиле статейку про любовь. Там я это немного подробнее про разных персонажей пишу. Кто, как и почему вот эту эволюацию близости проявляет, собственно, в манге и в аниме. И я в прошлом году, это в этом году было, как будто бы не летит, а вроде и летит, ничего не понятно по этим событиям. Я делала со своей наставницей, которую я вам показывала вначале, научное исследование про доверие. И мне там, собственно, испытуемые присылали свои тексты истории влюблённости. Ну, естественно, какие-то были счастливые тексты, какие-то в крайней степени не. И мы анализировали эволюации, с которыми девушки, мы исследовали именно романтические отношения у женщин, с какими эволюациями девушки вообще рассказывают о своих отношениях. И одна из ведущих, то есть большое количество испытуемых, было как раз-таки с эволюацией контроля. Я вам хочу сейчас немного изменённый текст, чтобы конфиденциальность соблюдалась, но всё-таки основной смысл я вам передам, текст одной из наших испытуемых. У меня часто возникают мысли проверить его телефон. О каждом своём новом знакомом он обязан мне отчитываться. Знакомиться с девушками плюс-минус моего возраста запрещено. Я не чувствую доверия от слова совсем, хотя верность моего человека ни разу не подвергалась сомнению. То есть это история, когда рядом любимый, который, скорее всего, ничего такого и не замышляет, но при этом постоянная потребность вот в этом контроле, она заставляет ведь испытывать это далеко не позитивная какая-то история, что вот я его себе подчинила, и у нас теперь любовь да грубо. Нет, здесь вообще не об этом. Здесь девушка несчастна, и она в постоянной тревоге, что а где он, а с кем он, а что он, хотя по факту человек ни разу ничего такого и не сделал. И для невротика контроль это как раз таки не страх, а это недостижимая мечта, потому что создаётся ощущение, что когда ты всех будешь контролировать, надо было мне вставить эту картинку, когда кто читал мангу, помните, у макимы из живота такие цепи, на которых вот остальные демоны, что когда ты просто, там была целая тьма этих цепей же, там в одном каком-то скрине, я помню. Но суть в том, что создаётся такое ощущение, как будто бы если я достигну абсолютного контроля, то это будет просто абсолютное счастье, потому что тогда всё, уже перестанет существовать что-то такое, из-за чего я нервничаю, что я не могу контролировать. И всё это из-за того, что людям кажется, что если они хоть что-то из контроля, из-под своего контроля выпустят, то с ними произойдёт вот это. А по факту нам Фудзимото показывает, что как раз-таки вот это и есть следствие контроля. Здесь эта история, которую он как раз-таки и разворачивает, что постоянное стремление контролировать всех, порабощать и всё такое, оно в итоге приводит к этому разрушению. И это мысль, которую в целом нужно, если есть опять же на это запрос, осознать и её продумать. Но если захотите кого-то вдруг поконтролировать, вспомните, что произошло с Макимой. На самом деле, очень, на мой взгляд, достаточно поучительное в этом плане аниме. И мы с вами увидели, что история про контроль, это действительно как и страх, потому что, опять же, мы помним, это в аниме даже уже, по-моему, было, что Макима объясняет, откуда в этом мире происходят демоны. Они происходят от страхов, которые испытывают люди. И получается, что у нас, по крайней мере, контроль, это как и страх, который подпитывается людьми, но это также и желаемая история для многих людей. То есть, опять же, здесь нет чего-то абсолютного, и это вещь достаточно амбивалентная. Что ещё у нас в аниме показывается, как такая же амбивалентная история? Это взросление. Кто узнал аниме справа? Да, это он. И это он. И здесь я его неслучайно упоминаю, потому что здесь и похожая история с вот этим демоническим, ну, там это паразит, здесь демон, но суть не в этом. Суть в том, что сердце человеческое, захватывает нечто, то демон или паразит, и вот человек, да, наш главный герой, он мечется между вот этим вот животным и человеческим, как уже сейчас в аниме тоже есть, да, что Дэнди вообще сомневается, вдруг он потерял свою человечность. И это в целом история, которая была и у Шиничи. Если помните, да, там был эпизод, когда он там щенка выбросил в урну, да, то есть это тоже история, когда вроде как он всё ещё положительный персонаж, но он сам в себе не может разобраться. И здесь это идёт именно метафора взросления. Конкретно сейчас я не буду на ней останавливаться, потому что считаю, что не очень правильно повторять то, что уже было и так прекрасно, на мой взгляд, сделано, да, если вы захотите об этом поподробнее узнать, можете у чёрного кабинета посмотреть видео про паразита. И он там анализирует сцену как раз-таки, когда умирает мать Шиничи, да, и как вообще, что происходит, как спасает его демон, и что это такое. Чего это метафора, и как это аниме про взросление. Вот. И немножко контекста, да, то есть манга «Паразит», она была написана, по-моему, в 80-е годы, а «Человек-бензопила» — это всё-таки больше про нашего современного, да, это герой нашего времени, можно так сказать, и он был написан, вот, там, когда, в 18-м или 16-м году, да, ну, не суть важна, да, вот в последнем десятилетии. И, казалось бы, да, здесь эта метафора, которая должна проводить наших главных героев через вот эту, ну, через эту инициацию, да, то есть после вот этих всех историй, которые с ним происходят, они должны становиться взрослыми. Так ли это? Ну, у Шиничи, да. У Шиничи было именно так, у него было достаточно всё линейно, подселился «Паразит», прожил приключения, всё, стал взрослым. У Дэнзи всё совсем не так, причём, прочитав, ну, мангу до того момента, как она сейчас выходит, вы увидите, что всё ещё не так, даже во второй части, это всё ещё не про взросление. И сейчас будет как раз небольшое, да, такое тоже ещё одно теоретическое отступление, чтобы мне объяснить из нашей парадигмы, почему он всё ещё не повзрослел. На самом деле, как бы у него есть взрослые поступки. Например, мы вспомним с вами, когда он первый раз встретился с Почитой, да, он ему предложил контракт о том, что ты помогаешь мне, а я спасаю тебе жизнь. Это очень по-взрослому, потому что это честный и открытый договор, да, то есть это не манипуляции даже макимы. Всё, по факту, ты мне, я тебе, мы договариваемся, мы оба согласны, и в итоге мы увидели, каким это отношением привело, да, что это привело к заботе, к взаимовыручке, они очень стали классными друзьями, которые друг о друге заботились. Вот, но в итоге, когда мы, он эту позицию сбрасывает, эту взрослую позицию сбрасывает, в нашем подходе это называется агентская рефлексивная перспектива. То есть это я-позиция, я-позиция это, ну, представим, что внутри нас, да, живёт там много персонажей всяких, которые коммуницируют с миром. Вот, ну, у Дэнзи таких тоже несколько, но на этом мы сейчас не будем сильно останавливаться, скорее мы его в целом рассмотрим. И вот Дэнзи, он делает какие-то агентские взрослые поступки. И даже в конце, когда он убил Макему, он её съел, извините, кто её читал, вот, буквально, если что, это не метафора. Вот, когда он её съел, он, собственно, ну, вот там, я думаю, надеюсь, что вам видно, да, что там написано в квадратике, в квадратике, который под агентской РП, что он сделал? Он отбросил предпочитаемую позицию мальчика, который нравится Макими. Как она его прописала с самого начала, когда вот они ели рамен, да, что вот мне нравятся такие, как Дэнзи-кун. И он отбросил эту позицию, которую он держал на протяжении практически всей манги. Она была для него предпочитаемой, потому что для Дэнзи важна близость. Он недолюбленный ребёнок, как почти что все в этом, аниме почти все в этой манге. Но при этом он понимает, что возникла задача, которую решить может только он. Он отбрасывает эту предпочитаемую позицию, и это ему позволяет увидеть контекст, что на самом деле Макими интересен не он, не Дэнзи, а ему интересен демон внутри него, что она на самом деле охотится только за бензопилой. И приняв это и увидев весь контекст, он может рискнуть, принять определённое решение, его проверить и осуществить. И в итоге всё получилось так, как он и задумывал. Но опять же, если вы вдруг уже читаете дальше, вы увидели, что он снова возвращается в детское состояние, где ему только важно, какой он, как он выглядит, в глазах других, и не более того, под какому риску он себя подвергает, когда хочет открыться миру, что он на самом деле человек бензопила, просто чтобы у него было больше свиданий. Ну ладно, чтобы хоть какие-то свидания появились, не будем. Вот. Это актёрская, рефлексивная перспектива, когда нет никакой цели, нет никакой задачи, а только исполнять какую-то роль. Только, как бы, человек сконцентрирован на том, позиция сконцентрирована на том, чтобы отслеживать то, как я выгляжу в глазах остальных, и не более. Но... А? Чего-чего? Он случайно получил по детски задачу? У него, когда он решал задачу, это было не по-детски. Он сказал... Вы читали мангу? Ну, там на самом деле, действительно, кто читал, да, там очень хорошо прописано, как у него потихонечку эти грёзы просто спадали относительно Макимы. Вот. И плюс она просто ему подразрушила я позицию в том эпизоде, где он, где Макима убила Пауэр. То есть, она очень долго ему взращивала вот этот текст близости, причём очень классный текст близости, причём тот текст близости, на самом деле, в котором нуждалась сама Макима. Она у нас сапожник без собок буквально, потому что там она прям сформировала, она закрыла дырки в сценариях у каждого из там трёх персонажей, и объединила их в семью. Они сначала друг с другом ругались, мягко это назовём, да, и потом в итоге стали такой очень тёпленькой семьёй. А потом одного она убила, вторую убила, и остался один Дэнзи, причём его типа, младшую сестру, она убила прямо у него на глазах. И она ему об этом открыто говорит, что если ты женишься, когда-нибудь, заведёшь детей, они долго не проживут. Потому что ей нужно было сначала взрастить, потом разрушить эту позицию, чтобы как раз-таки вот это, чтобы Дэнзи остался у неё марионеткой. Это был её такой путь к демону бензопиле, потому что таким образом разрушается контракт, который заключил Дэнзи, который почти-то заключил с Дэнзи. Я становлюсь твоим сердцем, но ты взамен этого показываешь мне, как ты осуществляешь свои мечты. Вот. И она разрушает этот контракт, ну, в нашей парадигме это разрушает эту я-позицию, да, и просто его роняет. Мне кажется, там она его роняет прямо до прото. Вот. А потом, ну, всё равно, там его просто перекупает другой агент. Блин, мне кажется, сейчас у нас просто диалог с тобой, потому что в основном люди сидят, что они несут. В общем, так, возвращаемся, с тобой мы поговорим дома. Вот. Возвращаемся. Да, то есть, актёрская рефлексивная перспектива, да, это как раз-таки концентрация на том, как я выгляжу и всё такое. Но основную часть времени Дэнзи находится в тексте Макимы, да, потому что она его прописывает как определённого персонажа, но не просто актёром. Просто актёром он был бы ей бесполезен. Он в основном актёр агентской рефлексивной перспективы. Что это значит? Это значит, что у человека, у позиции есть определённый инструментарий, да, которым он хорошо владеет и которым он может закрывать задачи. У него недостаточно, ну пусть это будет, грубо говоря, взрослости, да, или недостаточно, ну каких-то определённых качеств, чтобы сейчас не углубляться просто в эти дебри теоретически. У него недостаточно рефлексивной перспективы для того, чтобы ставить собственные цели и закрывать их собственными же инструментами. поэтому он актёрит перед Макимой, служит для неё прекрасной пилой, которая рубит всё и вся, всё, что только нужно Макиме, вот, но при этом он работает исключительно на её цели. Его целей здесь, в той работе, которую он осуществляет, нет. Вы, возможно, кто-то, да, уже в голове у себя прокручивает сюжет и думает, что вообще-то у него есть цель, чтобы его кормили три раза в день, чтобы он каждый раз, каждый день принимал ванну, да, и чтобы о нём заботились. Вот, но это тоже история детская, потому что ребёнок о себе заботиться не может, ну, правда, по факту, да, пока он не подрастёт, не наберётся опыта. Вот, а у Дэнзи достаточно уже инструмента и достаточно опыта, потому что у него есть агентский текст, он вырос на улице, он жил сиротой, один, работал на якудзе, конечно, у него есть агентский текст, который позволяет ему выживать, но тот контекст, в который он попал, и то, как его прописывает Макима, позволяет ему падать в детство и просто не решать эти взрослые задачи. Так, ты меня больше не сбивай, потому что я теперь не помню, что дальше хотела говорить. Так, а, ну, нет, я в целом это всё и практически и сказала. Ну, про заботу, да, это тоже мы вспоминаем, это уже было, по-моему, в аниме, да, когда Кешиба начинает их тренировать, то есть Дэнзи тоже в это эвалюирует, когда Кешиба его спрашивает, вы за кого, демоны? и Дэнзи отвечает за того, кто будет обо мне заботиться. И именно это позволяет, когда Макима открыла своё истинное лицо, да, и когда Пачита захватил тело Дэнджи, да, когда вот была битва с Макимой, что его там в космос пуляли, вот, именно это позволяет Дэнджи как бы выжить в этой истории, потому что его здесь перекупает другой агент, как раз таки Кешиба, начинает о нём заботиться. И именно благодаря этому он может как-то подняться и придумать вообще этот план, который он в конце и осуществил. Ребята, мне вопрос к тем, которые не читали мангу. В какой мере вам сейчас ок? Ну, в том плане вы понимаете, что происходит? Или... Окей, хорошо. Только вам так и всем остальным. Всё, ладно, хорошо. Мне важно, чтобы не просто чтобы я вам что-то рассказала, чтобы в первую очередь вы какое-то удовольствие получили. Мы здесь только ради этого. Итак, па-ру-па-па-пам. Так, это я внезапно тоже всё рассказала, но на предыдущем слайде. У меня есть на ДТФ статья про способы управления агентского текста, да, нет, актёрского текста агентским текстом. да, то есть я показываю, как Дэнди управляют разные люди, и это как раз подходит для людей, которые смотрят только аниме, потому что там входили только четыре серии. Вот, и, собственно, да, если мы, например, вспомним про якутс, да, как они вписали Дэнди в свой текст, они его просто запугали, безо всякого, да, что ты либо нам достаёшь долг там, к утру, либо мы тебя убиваем. Всё, это простое запугивание, это как бы простой способ вписать в свой текст, Макима идёт подальше. Она, конечно, тоже подзапугивает Дэнди, когда говорит, что если ты не будешь выполнять мои команды в качестве пса, то мы тебя убиваем как демона, да, пока ты выполняешь, то мы с тобой обращаемся как с человеком. Но она его ещё и подкупает, это раз, да, подкупает вот этой заботой, подкупает своим неравнодушием, подкупает тем, что вот выстраивает для него семью. Это те способы подкупа, которые у неё сработали, а у Рэдзе нет, когда она его просила, да, с ним сбежать. Рэдзе это будет девочка-бомба, потом, в которую будет влюблён Дэнди. Вот, потому что она ведь тоже его подкупала, она его подкупала вот этим чувством влюблённости, вот этой близостью, прям неподдельной. На самом деле, если бы она не была демоном, ну или ладно, была бы демоном, если ей не нужно было бы его убивать, мне кажется, вообще была бы очень классная пара. Ну, потому что она прям так очень тёпленько с ним общалась, вот, но при этом она ему предлагала такой вариант, который для него, как мне кажется, снова его просто возвращал бы в историю, где он снова сам борется за свою жизнь, условно, да, где ему снова надо выживать, потому что она ему предлагала сбежать, да, там, ну, и всё, и никакой ясности, ну мы сбежим, будем вместе. Этого недостаточно, потому что человек, который так долго был без удовлетворения базовых просто потребностей, который он как раз Рэдзэй выставляет как, ну, реальные ценности, она говорит, алло, ты что, это нормальная история, это минимум для японца, то, что ты называешь, из-за чего ты работаешь там в отделе общественной безопасности, но он понимает, что если он сейчас с ней сбежит, то это опять будет та же история выживания, нет, спасибо, вот, поэтому про троицу, да, вот сейчас я немножко поподробнее как раз и расскажу, да, что вот этот момент, так, сейчас, чтобы мне не сказать то, чего я не планировала, а, ну вот, в истории Аки у нас не хватает чего, да, как вообще сложилась эта семья в манге, при том, что они изначально вообще все друг друга ненавидели, да, просто у всех этих людей дыры в сценарии в нужных местах, у Аки история, да, когда он как раз-таки у нас взрослый персонаж, потому что, ну, мы даже по опенингу, если вы внимательно посмотрите опенинг, да, это единственный человек, который не крутится, не вертится, он смотрит вот всегда в камеру, просто, может показаться, что он зомби, нет, он просто очень целеустремленный человек, вот, это единственный человек, который держит цель, даже когда он ее меняет, то есть, на протяжении, там, ну, больше чуть, да, половины своего появления в манге у него была единственная цель, это уничтожить демона-огнестрела, и он делал для этого все, да, он даже там защищал жизнь Дэнджи, которого он тот момент ненавидел, он держал эту цель и работал только на нее, больше его ничего не волновало. У него нет потребности в каких-то взрослых родительских условных, да, фигурах, потому что он уже взрослый, но при этом у него еще был младший брат, естественно, вину, за которого он тоже каким-то образом испытывает, и тоску, по которому он все еще испытывает. И поэтому Дэнджи здесь отлично у нас встает на роль вот этого младшего брата, о котором надо заботиться, то есть здесь, видите, этот пазл отлично складывается, Дэнджи нужна забота, а Аки может ее дать. У Дэнджи тоже такая же похожая история, потребность в младшем, то есть он все время мерцает, от вот этой взрослой позиции до детской позиции, когда вроде как и ему нужна забота, но в то же время и он хочет отдавать какое-то тепло и близость, как он это делал с Почитой. И здесь нам на помощь приходит Пауэр, ну, собаку на кошку поменяли, но в целом как бы разница небольшая, потому что это тоже дикое животное, которое нужно воспитывать, приручать, и потом в итоге это все вырастает в очень такие хорошие теплые отношения, именно потому что они все идеально друг для друга подобраны. Все, и как бы комплект весь этот в сборе у нас, и ребятки наши строили любовь, не как в Доме-2, а прям настоящая, у нас у них хорошая, прям классная семья получилась. И опять же, да, критерии того, что они действительно сроднились, и план Макима сработал, как вы помните, это когда Аки, отказывается от операции участия в поимке огнестрела, потому что он не хочет терять этих людей. По-моему, в манге этого не было, но я думаю, что у этого персонажа точно могли бы быть вот эти вот вьетнамские флешбеки на историю, когда умерли его родные, когда снесло полностью его дом, потому что там были флешбеки на те моменты, когда герои в аду, да, там мертвые, типа, вот, и поэтому он понимает, что это снова будет эта история, и это момент, когда вот эта недостижимая близость, которую он строил все время нахождения в манге, она исчезает, потому что он понимает, что все, у него появилась семья, ради которой он может строить свое короткое будущее, на тот момент у него, по-моему, все еще было два года, по-моему, не меньше, если я не путаю его прикосновения к ангелу, но суть в том, что ему оставалось совсем немного, но это время, которое стоит прожить рядом с близкими, а не мстить за людей, которых больше не вернуть. Вот. Так. И про разрушение, собственно, позиции Дензи, да, как это происходит, и опять же его прям совсем падение в совсем детский текст, совсем детский текст, который не может о себе никак позаботиться, это когда Макима убирает с нашей доски Аки, да, это подкашивает Дензи, и он снова остается с тоской по-старшему, с тоской по тому, кто о нем заботится. Конечно, здесь в какой-то мере эту роль выполняет Макима, но Аки был гораздо ближе, и они уже прям были друзья-друзья-друзья, и прям братики-братики-братики. Вот. И он пытается адаптироваться к этому миру, где уже нет Аки, и плюс к этому ко всему еще и прибавляется чувство вины. Ну, естественно, он же сам собственно все сделал. Вот. И он снова сбрасывает ответственность до запредельного какого-то уровня, и что он говорит Макиме, когда она его спрашивает, зачем тебе это? Раньше мне приходилось думать только о том, как не умереть, а теперь же есть 10 тысяч всяких штук, которые надо учесть, и это охренеть, как утомляет. И да, это про то, как быть взрослым, и про то, как эта история у нас тоже амбивалентна. С одной стороны, ну, я думаю, что и мы все помним, что когда мы были маленькими, ну, так хотелось уже стать взрослым, есть столько конфет, сколько ты сам решишь вообще-то, да? И потому что, когда мы маленькие, мы видим только привилегии, которые нам дает вот эта взрослая позиция, что нам кажется, что взрослые делают все, что хотят. По факту, когда мы этими взрослыми становимся, мы понимаем, что у этой позиции есть и ограничения. И история у Дэнзи просто в том, что у него есть возможность не взрослеть, потому что вокруг есть Макимы, вокруг во второй части Божьей, а я не помню, как его зовут, и вообще было ли там его имя, ну, вот этот чувак, который за ним сейчас присматривает, кто читал вторую часть, вы поняли, о ком я, который, собственно, пытается сделать так, чтобы он не рассекретил себя и не признался всем в том, что он бензопила. Вот, то есть всегда есть человек, который за ним присматривает, это такая тенденция нашего времени, что, ну, в целом можно и не взрослеть. В целом найдутся люди, которые о тебе позаботятся, вот, другой вопрос, сколько это продлится, неизвестно, и какие это несет риски для самого персонажа, который может не взрослеть очень долгое время. вот, так, собственно, да, это история про привилегии, которые получает Дэнзи и в качестве того, что он уникальный у нас персонаж, да, ну, с вот этими способностями пилы, и поэтому вокруг него все носятся, вот, и это привилегии просто относительно того контекста, в который он попал, где о нем происходит забота, вот, и в целом если бы Макима остановилась только на каком-то запугивании, да, то у нее, в общем и целом, ничего бы не получилось, вот, а если сделать, не просто исполнить его желание, да, здесь же ведь суть не только в том, чтобы исполнить желание, а в том, чтобы сделать жизнь предсказуемой, и потом все сразу отнять, то, я вам, по-моему, не рассказывала это в самом начале, хотя, наверное, планировала, да, вот, что такое стресс, вообще стрессовая ситуация, это отсутствие контроля и отсутствие предсказуемости, и поэтому, собственно, история, когда Дензи, его позицию разрушают, это как раз таки про это, потому что здесь вот в целом вот, да, это касается их с Пауэр, Пауэр, я, по-моему, сегодня не так сильно буду прям касаться, но, тем не менее, они оба вот в этих детских позициях, да, когда вот детки, которые не вырастают, в контексте аниме все в порядке, им по 16 лет, да, но сам Фузимото, он говорил в одном из своих интервью, что Дензи это герой реально нашего времени, то есть это его прям прямая цитата, да, что это не просто история про подростка, хотя он здесь очень натурально показан, вопросов нет, но это и действительно история о каждом из нас, когда людям, ну, нет какой-то амбициозности, как-то называется, по-моему, поколение, я очень боюсь, Кристина, может быть, вы знаете, поколение сатори, по-моему, это называется сейчас в Японии, в общем, это молодежь, как у нас типа поколение x, y, z, да, там вот что-нибудь такое, вот у них это поколение сатори, по-моему, если я правильно произношу и помню японское слово, потому что я могу и наврать, естественно, вот, и это как раз-таки про молодых людей, которые не особо амбициозные, которые не готовы куда-то рваться, да, для того, чтобы там закрыть какие-то свои даже там потребности, которым достаточно малого, но при этом, типа, зачем я буду брать какую-то управленческую должность, да, если это про профессию, если там столько геморроя, я могу продавцом, консультантом работать, в принципе, до 70 лет и счастливо жить, да, то есть это какая-то, правильно, да, все-таки память меня не совсем сегодня подводит, это радует, вот, и про как раз-таки то, как из вот этого состояния, да, его выводит Макима, это про разрушение, да, почему Дэнзи был в шоке, да, и, ну, казалось бы, да, наверное, может быть, если кто-то из вас читал и думал, что за бред, почему он так реагирует, да, я бы этой Маким, да, как врезал бы, но по факту это реально очень правдоподобная реакция, которая была, потому что он там просто сидел вот реально как прото, и все, о, знакомое слово, да, вот, потому что он просто сидел вот так, и он ничего не мог поделать, а она лежала у него на коленках, угорала и рассказывала про то, как она и дальше будет убивать его близких, даже если они появятся, он просто сидел вот так, и здесь как раз-таки, да, вот этот механизм защиты, он отчасти, кстати, тоже, я только сейчас до меня дошла, он очень похож на тот механизм, который был у Шиничи в Паразите, да, когда Миги его спасает, там вот эту глюкозу для него варит, и все такое, потому что это тот момент, когда Почита завладевает телом Дэнджи, а у Почиты, собственно, те же самые эвалюации, он тоже хотел обнимашек, и это те обнимашки, которые он получил от Дэнджи, то есть это та близость, которая ему тоже была важна, и поэтому он так себя кажется с первого взгляда, что ведет себя неадекватно, да, идет на свидание с Кобене, чего, ест бургер, что вообще происходит, да, а по факту это все те же самые мечты, те же самые маленькие какие-то желания, которые он очень хотел удовлетворить, вот, и про взросление я вам тоже уже сказала, вот, и, да, я прям, я очень прошу прощения, потому что я сегодня что-то так скачу поперед своих же слайдов, вот, это, собственно, да, вот то, про что я вам говорила, про то, что Фудзимота говорит о современном поколении, да, когда у них есть возможность обрести вот это вот бесконечное детство, бесконечную какую-то, получить бесконечную заботу о себе, причем не обеспечивая ее самостоятельно, вот, и получается у нас история с бесконечным этажом, это тоже уже, если что, да, кто смотрит только аниме, это уже там было, вот, она относительно маленькая, но она очень показательная в том плане, что мы видим поведенческие паттерны героев, которые повторяются вообще во всем, во всем сюжете, ну, вплоть до тех пор, пока кого-то из них не убивает, вот, да, то есть у нас Аки, то есть это история, да, когда вам дают какой-то бесконечный ресурс, а здесь это время, да, то есть вот что будет с людьми, если все будет продолжаться так же, как и, ну, ничего больше меняться не будет, они тоже зациклятся, и получается у нас Аки, да, который ищет демона, ему в целом не важно, время остановилось или не остановилось, у человека есть цель, и он делает все, чтобы ее выполнить, вот, у нас Араи, который не очень талантливый, но очень старательный, да, и он, конечно, не может стараться до бесконечности, потому что, когда появляется история, да, здесь опять же, несмотря на то, что у нас неограниченный ресурс времени появился, но при этом это история про какую-то, ну, про отсутствие контроля, даже есть какая-то доля предсказуемости, потому что, ну, пока они там и сидят, вот все это бесконечно и длится, но при этом нет какого-то контроля, и он понимает, что, ну, если нет смысла в том, чтобы там кому-то что-то помогать, да, если мы все равно все умрем, все, он как бы просто закрывается в себе и перестает функционировать вообще. С Кобени интересная история, я общалась относительно недавно с человеком, который сам занимается написанием истории, он там делает аниме, и мы с ним обсуждали как раз-таки героев различных аниме, и он говорит, ну, вот тебе разве не показалось, что Кобени вообще крайне неадекватно реагирует, когда ее нам представляют, это вообще, ну, плохо прописанный персонаж, может быть, да, и может быть, я просто додумываю сама уже, что-то досогласовываю просто с какого-то теоретического опыта, но на мой взгляд, она как раз-таки реагирует вполне типично, для нее логично, потому что здесь получается история, что каждый из них получает бесконечность, да, то есть Аки будет бесконечно там искать демона, этого огнестрела, да, до посинения, если ничего в контексте не поменяется, то вот он как искал, так и будет искать. У Дэнзи, какая его реакция, тоже для него вполне нормальная, значит, раз у нас куча времени, значит, спать можно сколько угодно, это вообще шикарно, пауэр неадекватить может сколько угодно и смотреть на страдания людей сколько угодно, да, потому что у нее есть некоторые садистские наклонности, и она такая, уху, да, ее тоже все устраивает. Что у нас с Кобени, как она попала в охотники? Она зарабатывает деньги для семьи, и там вообще нет никакой заботы о ней, она просто кожаный мешочек для родителей, больше, да, для брата, которого все отправляют в университет. Почему у нее была такая истеричная реакция? Потому что, если это бесконечно, то это бесконечно то состояние, в котором она находится все это время. То есть, вот этот неограниченный ресурс, это значит, что ее страдания будут бесконечны. И не важно, что здесь нет ни родителей, ни брата, она не сможет на эту ситуацию посмотреть иначе, как Дэнзи. О, да как раз я тут подзастрялся, не надо что-то там работать, да, что-то такое делать? Нет, она на это так не посмотрит, потому что она живет просто в этой ситуации, и ей, ну, как бы со стороны на свой вот этот текст страдания не посмотреть. И поэтому, да, она неадекватит, она потом выступает уже как агрессивная жертва, да, когда она нападает на Дэнзи, когда она хочет его убить, только бы все это закончилось. Потому что для нее только бы все это закончилось, это закончились ее страдания, это ее вот эта эвалюация. Но это вообще никак практически не связано ни с демоном бесконечности, ни с тем, что они все там застряли. Это вот именно про проигрывание текста, про то, что я вам рассказывала в начале, да, как мы в принципе все, каждый из нас зациклен в какой-то своей когнитивной схеме. И даже когда это не совсем отвечает контексту, она все равно проигрывается, и она просто не увидит это со стороны. Так, это я вам тоже уже рассказала. Ну, собственно, здесь ребятам в чем повезло, что у них было как раз-таки два человека с агентской рефлексивной перспективой. Это Химена и это Аки. То есть это люди, которые держали цель, потому что если бы не они, ну, скорее всего, уже бы всех либо сам демон бесконечности съел, ну, либо точно бы как минимум съел бы Дэнджи. Я думаю, что Кобени и Араи не задумались бы в долгосрок, как он может быть полезен, а просто бы его скормили, вышли и продолжили бы страдать свои дальше. И, собственно, бесконечность это у нас антипод смерти, которую боится сам автор. Это прямая цитата из интервью Фудзимота. И вы, на самом деле, если постараетесь, вы не найдете его фоток в интернете, даже в наш интересный век. Если вы сейчас загуглите, там вылезет очень симпатичный азиатский мужчина. Это не он. Это интервью, которое фотографировала женщина по фамилии Фудзимота. Но это не наш с вами персонаж. То есть, реально, его фотографий нет, и он действительно скрывает свое лицо. И на самом деле это интересно, учитывая контекст. Он у нас японец, который родился и вырос в Японии, и который вырос в синтоиско-буддистском мировоззрении, про перерождение, там все как бы. И он берет сеттинг с христианскими отсылками, где смерть не самое веселое, что тебя ждет. Потому что там история 50 на 50. Ты либо в рай попадешь, либо в ад. И как бы не факт, что все-таки в рай. Потому что все мы грешные. И как там что получится, не очень понятно. Вот. В отличие от буддистской, истории синтоистской, когда ты в любом случае либо дух, переродишься, либо еще что-то, но все равно вот этот цикл какой-то сохраняется. И у них отношение к смерти иное, нежели у тех, кто вырос в христианской парадигме. И мы видим, что вот эта история с бессмертностью, она у самого Фудзимота, она проигрывается ведь не только в человеке-бензопиле. Потому что огненный удар у него есть, манга, там главный персонаж Агни, он бессмертный. Если что, это не спойлер, там это в самом начале. Вот. Также у него последний, по-моему, ваншот, «Оглянись», то есть это манга, которая вот одной типа главой, да, можно сказать, ну, короче, которая немногосерийная манга, короткометражная манга, в которой тоже история про то, что, да, вот смерть, переживание смерти и переживание смерти главной героиней происходит через то, что она понимает, что есть другое измерение, где происходят похожие события, но при этом там вот ее близкие остаются там в живых. Вот. И вот эти заигрывания, ну, как, заигрывания с бесконечной жизнью, да, и с вариантами, когда все-таки никто не умирает, это история, которая характерна именно, на мой взгляд, сейчас для самого Фудзимота. И, наверное, может возникнуть вопрос, да, ну, типа, что раньше, что ли, люди смерти не боялись, типа, в чем проблема? Я, конечно, лично не знаю, я родилась не так давно, вот, вот, но так как, ну, в рамках профессии мне нужно изучать всякие сказки и фольклористов всяких, я читаю, все такое, по текстам, которые сочинял народ, грубо говоря, видно, что для них смерть это часть жизни. Даже у нас, да, когда люди вот живут в христианской парадигме, даже где-то у нас, я имею в виду, да, славян, когда ты живешь в деревне и ты с одной стороны весь набожный верующий, с другой стороны чучело на масленицу сжешь, да, языческий обряд проводишь, для них это все равно была история, когда ясно, что будет дальше, потому что это было ритуализировано, потому что это было предсказуемо даже в формате сказок и текстов, да, но это все равно была история, которая, мы знаем, что будет дальше, даже если это ад, все равно понятно, вот, а когда, условно, Бог умер, да, то происходит вот эта история, опять же, о которой о стрессе мы говорили в самом начале, когда у нас нет ни контроля, ни предсказуемости, и отсюда и возникает вот какой-то вот этот страх, который очень хочется как-то обойти, да, и именно поэтому, именно поэтому Фудзимото с ним заигрывает через различные вот такие приемы, да, начиная от персонажей, которые бессмертные, заканчивая, да, вот всякими параллельными измерениями и всем остальным. Если еще поговорить оба отсылках, то это история про имена, которые даны, а где этот слайд? Блин, это, походу, моя предпоследняя версия, ну, блин, там, ладно, не минутка маркетинга тогда, это мой канал в Телеграме. Почему про него говорю? Потому что я просто там выложу два видео, которые мне очень понравились в плане отсылок. Опять же, чтобы мне сейчас это все не пересказывать, то, что уже было хорошо сделано другими людьми, история про отсылки, она прикольная. Там много отсылок в бензопиле, особенно сейчас, да, когда мы смотрим аниме, и у нас добавляются и эндинги с опенингами, очень много отсылок на популярную культуру, да, на кино, и вот, собственно, там, то, что я читала про имена, вот, почему Аки зовут Аки, это отсылка к Ака-47, ну, то есть, да, непосредственно. Вот, там, потом, Макима, что, ну, кто-то там пишет, что это мама, типа, потому что она выполняет какую-то фигуру матери для Дэнджи, кто-то говорит, что это к Маките, потому что есть прям бензопила, которая похожа на Пачиту, скорее, Пачита похож на эту бензопилу от компании Макита, была выпущена бензопила, и он на неё похож, и очень, ну, там, Химена, это принцесса полей, по-моему, в общем, у Фузимота достаточно говорящие имена, и в основном те видео, которые я видела, конечно, я смотрела не всё, к сожалению, у меня нет столько свободного времени, но те видео, которые мне попадались, это исключительно видео, когда отсылка, вот там сравнение, знак-знак, ага, вот здесь вот отсылка на криминальное чтиво, а вот криминальное чтиво, ага, похожее, круто, но я бы хотела с вами сейчас немного поговорить относительно, ну, возможно, и вы, да, если сами читали про какие-то отсылки, и это у нас сейчас плавное, такой, плавный переход в дискуссию, я очень хочу с вами поговорить, вот, это история, когда у нас не просто говорящие имя, да, а это история, когда условно, на мой взгляд, как корабль назовёшь, так он и поплывёт, да, то есть, потому что у нас, получается, все практически герои носят имя, знак их смерти, да, то есть, то, как они умрут, это вот прям спойлер, прям сразу, с первых же страниц, потом, ну, если вы знаете японский, вот, и для меня, как для человека, который работает в поле нарративной парадигме, это как раз-таки история про сценарий, да, который воспроизводится, и у которого вполне себе фиксированный конец, потому что вот эта когнитивная схема, про которую я вам рассказывала, через которую мы смотрим на этот мир, она воспроизводится, как в каком-то маленьком масштабе, да, вот как у них в арке с бесконечным этажом, да, очень маленький, достаточный эпизод, где мы уже видим просто, ну, для нас все эти персонажи как на ладони, мы видим их поведенческие паттерны вот так, так и в каких-то более масштабных временных единицах, вот, и здесь, мне кажется, это история, которая как раз-таки отсылает нас к тому, как и мы сами, да, себя ведем, если условно мы вокруг себя видим обман, и эту жизнь называем всю обман, то, к сожалению, мы не увидим какой-то правды, какой-то искренности, даже если нам человек напрямую эту искренность и правду будет показывать. Вот, я не стала, хотя я помню, что в первой версии анонса я отправляла, ну, типа, историю про то, что будем рассматривать религиозные отсылки, но я рада, что вы это не написали, потому что, ну, я зарылась в эти религиозные тексты, и я поняла, что, ну, все-таки я недостаточно в этом плане компетентна, чтобы это прямо настолько рассматривать, и там столько всего ненужного, что мне не очень интересно, вот, и поэтому, как бы, вот этот религиозный контекст я не стала здесь намеренно рассматривать, потому что мне показалось, что гораздо лучше, если мы будем что-то обсуждать, что ближе гораздо к нам самим, да, нежели, ну, религиозный обзор, пусть делают какие-нибудь религиоведы по бензопиле, я не знаю, в какой мере это по-христиански, но, возможно, кто-то сможет это сделать, вот, я думаю, что я на этом сейчас свой спич монологический закончу, я очень хочу вас послушать, что вы вообще думаете про бензопилу, про отсылки, которые там есть, или, возможно, да, про то, что я вам тут сейчас навещала, в какой мере вы хотите со мной поспорить, или согласиться, я обеими руками за, за оба эти варианта, вот, не стесняйтесь, кто-нибудь первый начинайте, если есть желание, конечно, можешь ты начать, если хочешь, так, а ты вообще не читала? Ничего не понятно, но очень интересно, да? А, то есть тебе уже и не надо читать, надо будет заключить контракт с каким-нибудь издательством, которое, кто там выпускает у нас, человека бензопилу, что мы будем направлять людей на то, чтобы они читали мангу, вот, ну, вообще, вот, окей, вопрос к тем, кто только смотрит аниме, вам вообще как казалось, это трешанина какая-то, или что? Жанин имен сначала показалось, что это, грубо говоря, типичный представитель жанра сёра, который маскируется под деконструкцию жанра. Так, а в итоге? Ну, в итоге, так показалось, что это посложнее. То есть у вас изначально была какая-то гипотеза, что это просто как, ну, деконструкция жанра и не глубже? что добавили туда побольше треша какого-то, наночка глубаватая рисунка такая, какого-то подчёркивания? На самом деле, вот история про вот эту всю жестокость, про вот это обилие кишков, это, мне кажется, что, вот, как говорит наша наставница, да, вот, когда у тебя есть какой-то, какой-то табу, какой-то страх, то один из способов борьбы с ним, это усилить вот этот текст, то есть довести его просто до предела, да, и если мы видим, да, что нам фудзимот, это абсолютно непридуманная мною вещь, да, когда он напрямую говорит, что я боюсь смерти, всё, и он просто до предела, до абсурда, доводит все вот эти смертоносные картинки, вот, мне кажется, это скорее его какой-то внутренний, самопсихотерапевтический процесс, который он тоже использует, вот, для коммуникации с миром, об этой теме. или может быть, это и не смертный, для того, чтобы ничего не было, когда, если они там свои истории, когда они просто, да, на самом деле, они просто кидают, да, ну, как, собственно, да, ну, или вот, ну, хотя, может быть, это не совсем и про смерть, но про каких-то вот этих духов, которые могут быть и плохие, и хорошие, да, парад сотни демонов, которые тоже ежегодно, да, в Японии проводятся, у них тоже ведь в культуре это есть, и это вот мне интересно, вот это, вот этот небольшой парадокс, да, с одной стороны, перед нами японец, да, с перерождениями, который вырос среди йокаев, и всё такое, и который боится смерти, это, ну, на мой взгляд, я не знаю, может быть, нет, но это очень любопытно, чего? Думаешь, там сколько лет, где-то, 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 думаешь, там прям, ну, я не знаю, я там, ну, я все не помню, он какой, он у нас провинциал, или он, токиец? Сейчас посмотрим. Сейчас мы выведем на чистую воду. Ну, не знаю, помнишь, мы ходили, Юлия, моя коллега, познакомьтесь, моя коллега, тоже психолог, тоже работает в полинорративной парадигме, и не читает манги, вот, и мы вот с ней ходили как раз на экскурсию про японский, как раз про представление японцев о смерти, и нам там рассказали вот эту историю про участок земли в центре Токио, я, конечно, а ты помнишь ее? Ну, расскажи, что я попробую. Если что, попробую. Там история просто про то, что это наш, ну, условно, там наши дни, да, это не какой-то там 12 век, там история в том, что какого-то, Ронина, по-моему, да, или это еще до самураев была какая-то эпоха, ну, короче, условный воин, да, который там хотел поднять какое-то восстание, хотел справедливости и всего такого, и его убили. И потом начали происходить какие-то жесткие вещи в Японии, и начали все ссылать на то, что это дух, вот этот обозленный дух вот этого воина, приносит, собственно, бедствие. Вот. Ну, и начали как-то его задабривать, они его, по-моему, нашли тело где-то, да, его захоронили, и, собственно, участок в центре, ну, почти там, в центре Токио, это и есть, ну, его там условная какая-то могила. Вот. И ее все время оберегали, да, потому что, ну, это Йокаево место, да, там не надо ничего трогать, как-то это почтить. И в итоге, когда уже была Вторая мировая война, по-моему, даже уже после Второй мировой войны, ну, приходят американцы, а Токио, это уже на этот момент не Эда, а Токио, большой город, где, ну, вы видели, наверное, да, если вы увлекаетесь японской культурой, какие дома в Токио, сколько там стоят вот эти маленькие, пустенькие квартирочки, вот, земля дорогая, все дорогое, а посреди города пустой кусок земли. Ну, американцы, давайте-ка застраивать. И там что вообще происходило? Там какая-то начала жесть происходить, да, что-то там обрушивалось, ну, ну, расскажи. Там очень людей начали просто уникать, строительство, скажем так, находили всякие вещи, эластические, вот, американцы, ну, да. Да, японцы поговорили, что, слушайте, не будите лихо, пока оно тихо. И там даже история, что те здания, которые строятся, вот, я вот это вспомнила, те здания, которые строятся возле этого куска земли, да, в Токио, они строятся с глухими стенами, потому что нехорошо, это будет неуважение, если ты спиной повернешься к могиле вот этого человека, который там, ну, к этому духу спиной, просто сразу строят стену, чтобы он еще что не видел, чтобы можно было как-то нормально передвигаться внутри зданий. Вот, то есть, ну, в какой мере это не касается японцев городских, я не знаю, не, ну, может быть, они, естественно, более европеизированные, но в какой мере они совсем от этого оторваны, тем более, что городская культура, всяких юкаев тоже есть, всякие городские легенды, всякие там духи самоубийцы, тоже я недавно смотрела аниме про это в городе, совершенно рождаются эти легенды, ну, я не знаю, давайте еще спорьте со мной, кто с чем не согласен, что вы, да? Я хочу сказать, что подземот он из Никапа, это город Липонии, префектура Акипа, там 25 тысяч человек. Слушай, ну деревня, Юль, ну деревня, ну, как это он там, в Йокаев, да, в СМИ, в перерождение не верит? Наш ровесник, 28, по-моему, у тебя в любой непонятной ситуации постмодерн, это традиционно со времен человека дьявола, то есть, скорее, это просто именно, ну, грубо говоря, витературная традиция, основа сюжета, в христианской традиции. Ну, может быть, как бы, может быть, может быть, ну, не знаю, не похоже, вот. Я вообще не читала. Молодец. Окей, да, я не очень четко свой запрос в видео высказала, поспорьте со мной, кто, да, по делу, кто читал, да. Да. так сказать, он же и более молодого календаря людей, и, в принципе, для людей, в прошлом, так, не знаю, 90-го года и по сейчас, все вот эти штуки, мистические, божественные, они как бы обесценивают все это, как бы, снили технологии и весь мир саблиментный, так что у всех возник страх сверхности, возрастной страх и все в таком случае, то есть, что он не просто так воинца этого, ну, в принципе, у них, в принципе, такая фишка есть, анонимные, стараются постоянно тянуть под правом из-за того, что следовать, ну, да, 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 ну, да, там же есть вот эти штуки, когда, условно, какой-то любимый герой манги, да, там умирает или еще что-то, что они получают письма с угрозами, что да, как так, и все так, да, это действительно не надо, вот даже создатели мангиона, то количество писем с угрозами только над ним расправом будут фанаты устраивать, это просто бесконечность полная, настолько человек, а не присутку погнали, что даже не надо. Капец, у этих людей, что нет работы, что они пишут угрозы мангаком, вообще, я не понимаю. там вообще довольно вот эта ситуация щекотливая, потому что добавляют Евангелиона, когда там вот выходило именно ТВ, что еще раз, это ТВ, ТВ сериал, до 26, а, сам Евангелион выходил, окей, 25-26 серия не понравилась зрителям, а, когда вот это в темной комнате, да, когда это первая версия еще концовки, вот это, ага, вот, и они, есть прям документальный фильм про Гайнац, и у них прям не только письма не ссылали, им прям пришли к студии, начали на студии писать этими баллончиками краски, краски, пытались выловить их, и, ну, далеко опять уходить не надо, то, что случилось в Готт-Админишем, то же самое, там человек, по-моему, насколько я знаю, увидел свои переделал мне слегка обсказбавки в каком-то сериале, и решила вот так вот отомстить. Ну, в итоге, сколько там, по-моему, или сколько-то человек умерло? у этих людей нет работы, я уверена, это делают люди, у которых нет работы. Окей, есть среди вас кто-то, кто перечитывал, может быть, мангу несколько раз, там два хотя бы, ну, или те, которые, о, расскажите о своих впечатлениях, как вам, до-после, так сказать, что-то поменялось восприятие или в целом, ну, да, вообще мы можем обратить у нас в первую очередь, что вы еще в первую очередь обновление в первую очередь участвовать в этой операции и в следующем ставить на такой постепенно и поэтому все такое конец обновлением и в первую очередь и Ну да, какие-то ружья, которые в итоге выстреливают, ты начинаешь замечать. Да, ты просто на это не обращаешь внимания в самом начале. Ребята, которые только начали читать мангу, у вас какие мысли по поводу того, что вы узнали о том, что будет в конце первой части и вообще у вас какие мысли? Как это, когда вы только начали читать, и я вам тут все проспойлерила. Ну, не то, что я не маномляю, но просто мне лень читать. Без принципов, просто лень. 11, по-моему, сейчас. Ну да, мне кажется, в этом просто и суть, и вот конкретно, вот, ну, больше мне, наверное, сейчас ничего не придет в голову, но именно вот надо в комплексе смотреть, да, вот конкретно, по крайней мере, бензопилу. Ну да, потому что иначе, ну, это действительно, вот если они, например, условно сейчас снимут первый сезон и все, надеюсь, нет, ну, надеюсь, что нет, ну, тогда да, это будет просто какой-то, ну, трешачок, где конструктор жанра, все. Да, ну, смысл уже, я понимаю, насколько я знаю, изначально можно пореклодировать мангу, типа, а манга, в принципе, просто, когда вообще изначально был суперпопулярный, ну, да, 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 ну, посмотрим, ну, будем надеяться, потому что, ну, я просто помню, что, когда, как они там, господи, ВИКС, а, ВИД, ВИД-студио отказались, да, ведь снимать продолжение Атаки Титанов, они ведь там, типа, говорили, что, ну, говорили, что так и не особо интересно, находили слухи, что это просто потому, что, ну, уже не так популярно, и мы не будем доснимать, и все такое, ну, я, по крайней мере, такое читала. Ты слышал, там, вроде, что играл роль, что сроки маленький, сайт, это студия, типа, как-то скруглезно, там, ну, там же долго по перерыву были. Ну, да. Ну, да, 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 ну, не знаю. Ну, вот из первых, из первых десяти, один из серий просмоченных, ну, и не оставивших ничего продуматься, я подумал, потому что, ну, когда я начал смотреть, такое, и, типа, те персонажи, эти личные, все, ну, и главные, что, там, деконструкция жанра, для того, что, ну, есть какой-то Наруто, допустим, какой-то, у меня есть великая цель, ну, как, я буду помогать людям, и у нас есть тут, да, это, наверное, наш наш, это, более базовая потребность. И цель появляется. Да, и ценность у него, и я просто вспомнил, но в прошлом, я просто могу сказать, что магическое дико, я тоже деконструюся жанром, ведь не то, что главный персонаж, нет цели, но мы же не были. И на том спасибо. И на том, что вы сказали, что отсылки христианские, и что это, вот, не помнится отсылки христианские, вот, есть, ну, просто, я постоянно какие-то разборы аниме. Смотрю, там, каждая в трое отсылка христианская, тут наиболее отсылка, тут яблоко, тут имя, там, одно, что-то, ну, мне кажется, это… Евангелион, собственно. Сумно достаточно часто, и он всегда любит христианские. Ну, это да, но здесь, мне кажется, все равно это, ну, прям, целый контекст, да, то есть вот это кладбище с крестами, тут, ну, опять же, конечно, я не смотрела, прям, наверное, в таком количестве аниме, чтобы такое, прям, делать вывод и глубокий анализ, но, по крайней мере, такого количества на квадратный сантиметр христианских отсылок я не встречала. Но, с другой стороны, почему бы и нет, потому что, мне кажется, что, опять же, если смотреть с какой-то точки зрения именно фольклористики, ведь христианский миф для японцев – это уже вырожденный миф, потому что они имели к нему прямое отношение, там тоже были, как бы, ну, пропаганда христианства, если я не ошибаюсь, веки в пятнадцатом или в шестнадцатом, ну, короче, вот незадолго до того, как они стали изолированными, там где-то пару веков было христианство, причем достаточно, ну, в какой-то мере распространенное, вот, поэтому вполне что, как вырожденный миф, я, кстати, относительно недавно была на московском вокзале и видела там, по-моему, офис Билайна или что-то, и там такой чертик нарисован. И я подумала тоже, ну, видимо, потому что сконцентрирована была на лекции, на придумывании, что для нас это тоже в какой-то мере уже какой-то вырожденный миф, хотя мы при этом все равно живем, да, там в окружении этих церквей и все такое, потому что для нас уже, например, черт – это как, например, если постарше поколение, они нам, ну, как бы, мягко говоря, пригрозят, что нельзя, да, это слово вообще говорить и все такое, а для нас это уже просто, ну, какой-то персонаж, ну, чертик, ну, черт, и типа, что такого, вот, то есть это какая-то история про вырожденный миф, вполне возможно, который характерен для нас, а для японцев это уже подавно, вот, поэтому, может быть, да. – У меня вопрос, вот, про детскость Дэнзи и Пауэр. Вы сказали, что вначале у него не было вообще возможности удовлетворить эти базовые потребности, но все равно должно же быть какое-то время, когда он их удовлетворяет, где вот эти вот границы, да, вот, сейчас я должен удовлетворить, там, наесться, пить все, чтобы меня погладили и поднимали, и потом я должен уходить во взрослую позицию. Или как это будет? – Ну, конкретно, ну, должно быть это, ну, как это, как это было в модерне, Юлия, вот, да, ну, то есть просто общество начинает тебе давать такие задачи, что у тебя просто нет выбора в эту детскость свалиться. По факту это самое начало манги и аниме, когда Дэнзи, он, опять же, вполне, ну, в какой-то мере по-взрослому решает эти задачи, да, ему нужно выжить, ему нужно поубивать демонов, и у него есть долг. Он это решает всеми инструментами, и почитай, и органы продает, даже важные в какой-то мере, да, то есть он в целом решает эту задачу разными инструментами, и цель, ну, мы не видим, закрывает он цель или нет, потому что там долг настолько огромный, что, ну, должно было быть побольше просто времени, да, на это все, вот. А тут он попадает в контекст, то есть если раньше это было в меньшей степени возможно, да, ну, условно, сидеть у кого-то на шее, вот. То здесь он попадает в контекст, где о нем будут заботиться. Мне самое интересное, как Фудзимота, ну, вообще будет ли он это делать, да, будет ли он взрослеть Дэнзи, или он просто ему представит агента, который будет просто хорошенький агент, как типа Кишибе, хотя вот он во второй части-то пропал, его что-то не видно, ну, что, спился? Кто видел Кишибе? Надо объявление разместить, да, то есть куда он делся? Сейчас мы видим агентом, который о нем заботится, вот тот чувак, который за ним ходит, я забыла, как его зовут. Вот, в конце первой части это был Кишибе, то есть все время рядом с ним какой-то чувак, который, ну, его оберегает. Исправится ли это, я не знаю. Но то, что сейчас мы действительно живем в такое время, когда у большинства, у большинства, опять же, да я не обобщаю ни в коем случае, но у большинства есть возможность не взрослеть, да даже Япония, да, сколько, 1% населения Хикикамори, по-моему, у них среди молодых людей, то есть, ну, мы не можем это представить, например, в послевоенные годы, да, когда огромный мужик, у нас 40-летний сидит дома, а я 60-летняя мама, которая его обеспечивает. И, ну, как бы это, мне кажется, менее реалистичная история, при том, что он здоров, да, это не какой-то инвалид или еще кто-то. Это менее реалистичная история, например, для 1950-го года, но вполне реальная история для 2020-го. когда вот они, детки, взрослые, которые не собираются взрослеть. Что? Да. Вот, так что мне самое интересное, как он это вырулит и будет ли это делать. Убьет? Может быть, и убьет. Ну, кстати, вполне возможно, что, может быть, убьет и внезапно у нас будет вообще другой главный герой. Почита перебежит в сердечко кому-нибудь другому. Я не знаю. Вот. Окей. Если кто-то еще что-то хочет сказать, говорить. Если нет, пойдем тогда покупать продукты для салатов. Скоро Новый год. Да. Я не против. Да. Я не против. Да. Да. Ну, во-первых, я обычно не ставлю эту себе задачу. Не очень люблю вот эти прогностические штуки, хотя, может быть, это плохо. Но нет, мне просто все-таки хочется как-то получать радость от процесса. То есть то, что макима, условно, окажется демоном, нет, я не знала это когда читала. Это да. Но я не всматривалась в ее глаза. Я женщина. Мне не интересны ее глаза. Вы более внимательны. Я в макиме лично по ходу лекции увидела перфекционист. Я увидела не то, ну, по ходу аминали увидела, что она там всегда заправляет рубашку к другу и так далее. Вы видели себя? Ну, история контроля во всем. Да. И я, кстати, расскажу о том, что... Почему она так поступает? Одна из моих ситуаций. Потому что, прежде всего, первое, первое – это контроль и тревога. Чем больше тревога, тем больше контроля. Ну, то есть, это... Ну, да, здесь уже непонятно, что было первое – курица или яйцо. Да, но суть, да, примерно, да, что это раскручивается вот в такой клубочек и схлопывается в то, что схлопнулось. Да, это да. Вы думаете, что здесь макима, ну, просто макима не выглядит как тревожный человек, так сказать? Да, да, да. Она не обязательно вот так. То есть, это проявление, да, опять же, эмоции, они ведь не проявляются у всех. У нас одни и те же эмоции каким-то типичным образом. Это какой-то способ согласования, ну, и учитывая все-таки инструментарий макимы. То есть, если бы мы ее видели... Вот видите, нам сейчас не показывают Наюту, но мне интересно. Наюта – это, если для тех, кто не знает, не читал до конца, это форма, в которую макима переродилась после того, как ее съел Дэнзи. И он теперь ее воспитывает. Вот, и мне интересно было бы посмотреть на Наюту, ну, вот в реальной какой-то коммуникации, потому что мы ее совсем маленькое количество времени не видели. Потому что вполне возможно, когда макима только переродилась, да, там и был вот этот какой-то контроль, с которым она в итоге и боролась. Нет. Это отсылка прямо на нее? И сюда. Получается, что человек, я оказался на своей отношениях, что там у нас не стоят с людьми, которые уже стоят с нашим. И там, в истории, рассказывается о воспитании, о своей семье, ну, там, очень-очень, это было бы сказать, с людьми, с людьми, с людьми. Угу. 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 Окей, а и что она там, была сильно тревожная или как? Угу. 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 рада, что мы с вами поболтали, я рада, что вы выдержали мой спич. Вот, я очень буду рада, если что, вас видеть и на следующих своих лекциях, и вообще, если вдруг будут какие-то от вас запросы, да, на какие-то ещё темы, о чём рассказать, о чём вам было бы интересно, или о чём мне написать, потому что на ДТФ я автор, и там я регулярно выкладываю какие-то статьи, то welcome, я только рада каким-то новым идеям. Вам большое спасибо. Спасибо.